Алло. Алло, Мария Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте. Помощи ищу. Будьте добры выслушать. Кто это, кстати? Андрей Паук. Кто-кто? Андрей Владимирович Паук. Дорогой Андрей, я очень занята сейчас. Если кого-то еще нужна духовная, два слова только слушаю. Что мы, белорусы, будем делать? Как помогать будем украинцам? Храни вас, Царица Небесная. Так не храни. Храни вас, Царица Небесная. Не храни, потому что русские напали. Никто ни на кого не напал. Храни вас, Царица Небесная. Всяких мыслей плохих и уразуми вас, Матери Божией, уразуми. Так это же не помогает, не очищает душу. Вы же понимаете, что вы ответственность будете нести за то, что вы своим верником несете. Андрошу, Андрошу, каждый, каждый человечек будет подвешен за свой хвостик. За что вы отвечаете? За что я отвечаю? Хвостик, ну, наши грехи. Вот вы говорите плохое, вы за это Богу ответ дадите. Дадите хорошие дела делаете? Хорошие. То есть каждый из нас дает ответ. Натушка, так за ваши же дела перед Богом-то отвечать тоже же будете? Как же вы завели в заблуждение своих прихожан? За свои дела я буду отвечать, но не вы за меня будете отвечать. Да беспокоимся за вас очень сильно. Вы же хороший человек. А связались с плохой компанией? У меня компания самая идеальная. Это, понимаете, это Господь, это святые люди, Владыка Филарет. Вот скоро будем память его тоже отмечать. У меня такие прекрасные люди. Я бы вам тоже таких людей желала. Андрюшенька, мне очень ваша душа желала, дорогие мои. Мы за вас переживаем. Вот как мы вас будем карать, когда новая власть придет? Вот не знаем, за то, что вы... А вы меня караби будете карать. Ну придется. Вы же православие... Вы же православие... А без это самое... Как-то... А вы-то хоть православие? Вы же православие опоганили, извините за это слово. Не забыл, как оно. Дискредитировали. Вот, дискредитировали православие. Как Бог может вас простить после того, что вы поддерживаете Лукашенко и его кровавый режим? А Лукашенко это самый прекрасный, самый святой человек в белорусской церкви. Понимаете, самый прекрасный. Хоть что. Он же пытает белорусов. Это я говорю как гражданка, как гражданка республики Беларусь. То есть Бог вам это не сказал? Человек, который настолько... Это мне Господь сказал. Человек настолько порядочный. Человек настолько любящий свою родину. Настолько любящий своих людей. Я его очень люблю за патриотизм, за любовь... Он сказал, что они нанесли удар по Украине. И сказал, что правильно, что Россия напала. Путину самому сказал. Вот за что его любить после этого? Душенька, до свидания, дорогой. Я правда занятар. Храни вас, Матери Божией. Я вас искренне люблю, молюсь за вас. Поверьте, что меня никто карать не будет. Матушка говорила, если не суд Божий, то мы вас покараем. Мы вас покараем за это. Вы должны ответить. Вы заблудшая душа. Старайтесь, старайтесь, старайтесь. Если бы вы имели хоть немножко страх Божий, вы даже такие слова бы не говорили бы. Карайтесь, пожалуйста. У кого страх Божий должен быть, Матушка говорила? Если я приму очень низкую кончину, то тогда я в Царство Небесное точно попаду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...